МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наидобрейшее утро! Раннее утро понедельника. Проснулись, потянулись и сказали тому, кто рядом, пора вставать. Спасибо, потому что, знаете, как в той фразе поднять подняли, разбудить забыли. Доброе утро, друзья! Понедельник, рады вас всех, вернее, я рад вас всех видеть, слышать. Все-таки выходные дают о себе знать, поэтому не сразу соберешь мозги в кучу. В эфире программа «Утро» на канале Дон-24. И вся ваша неделя теперь будет самой яркой. Не только самой яркой, но и самой счастливой. Ведь день нужно начинать с внутреннего счастья, с ощущением того, что будет много прекрасных моментов, замечательных открытий и совершений. Ну и, конечно, очень много полезной информации, которая здесь, на утреннем телеканале Ростовской области, уже подготовлена и ждет своей очереди для того, чтобы открыться для вас. Хочется напомнить, что сегодня 2 октября. Начался второй месяц нашей работы. Кстати, 1 октября был день пожилого человека. И если вы вдруг почему-то не вспомнили о тех людях, кто уже прожил долгую жизнь и не проведали их, вы можете сделать это еще сегодня. А кто-то это сделал специально и не проведал пожилых людей, потому что иногда пожилые люди в 80 лет говорят, мне еще 45. И попробуй, приги, скажи какой-нибудь бабушке, с днем пожилого человека тебя. Я думаю, что не все будут рады. Ну, кстати, у нас порядка 100 мероприятий запланировано в области на декаду пожилых людей, которая 25 сентября стартовала, а закончится 4 октября. Так что можно и нужно еще поздравлять людей бархатного возраста. Можно просто отправиться к ней в гости, посидеть, поговорить, выпить чайку, поднять настроение, вспомнить что-то из старых времен. Мне всегда это от нее нравилось. Почему бархатного? Что за фраза? Обычно говорят, бальзаковского возраста. Между прочим, Сашенька, чтобы ты знал, бальзак писал о женщинах 26-30 лет. Ну, я же об этом и говорил. Просто в то время это уже был довольно большой возраст. А у нас почему-то принято считать, что бальзаковский после 45-ти. Ну, это он же до какой-то определенной рамки идет. А я называю людей за 65, грубо говоря, вот уже в возрасте бархатном. Мне нравится, мне кажется, очень оригинально. И вот за этим, да, прекрасным разговором девочек о возрасте мы переходим к главному. Новости. Практически всю самую важную информацию мы узнали благодаря нашим корреспондентам, которые трудились буквально все выходные, собирали самые важные и полезные новости по всей Ростовской области. Но еще об одном мы чуть не забыли. Было. О погоде. О погоде, да. Друзья, давайте же узнаем, что обещает нам погода. Сегодня в этот замечательный, я уверена, день. Итак, в Ростове-на-Дону обещают 14-16 градусов тепла. Ветер 7-12 метров в секунду. В Чертково и в Вешенской по 13 градусов тепла. В Таганроге сегодня плюс 15, в Белой коретве плюс 14, как, впрочем, и в шахтах. Аблифская и Волгодонск, и Сальск тоже, слава богу, в тепле переживут этот день. Плюс 13 в Аблифской, плюс 14 в Волгодонске. И в Сальске, как обычно, чуть теплее, чем везде. Плюс 16. Кстати, хочу по традиции добавить, что самая высокая температура 2 октября была в 1999 году 31 градус. А самая низкая в 21-м минус 2. Холодно было в 21-м году-то. Слава богу, мы этого не ощутили тогда. Да, главное, что отопление, чтобы было включено. А тоже у нас есть такая традиция, две недели поморозить население, а потом включить. Выдержать температуру плюс 8. А это все потому, что отопление включается, если в течение 10 дней. Вот я же об этом знаю. Средняя суточная температура была. Средняя суточная температура. Плюс 8. Не превышает какого... Восьми градусов тепла. Ну, мы будем надеяться, что не замерзнем этой осенью. Она все-таки, я думаю, еще будет бархатной и красивой. А мы продолжаем просыпаться вместе с нами. И я хочу вам рассказать, что ничто не уйдет от пытливого взгляда ростовчан. Например, в соцсети совсем недавно была выброшена фотография. Я буду на серебристом кабриолете. Так ее подписал автор снимка. Владелец избавил от крыши машину отечественного производства. Модифицированный ВАЗ-2109 серебристого цвета видели на дорогах города Ростова, как-то на Большой Садовой и на Буденовском. Ну, кстати, стали все сразу обсуждать, что же это за автомобиль. Там, молодец, хорошо сделал и прочее. Кто-то технические возможности стал обсуждать. Надо было там что-то заваривать или не надо. Но нашлись соседи. И написали, что живет хозяин этого кабриолета со мной по соседству в переулке Дубовский. Дубовский. Проект, видимо, думают доводить до конца, потому что каждый день ей что-то добавляют, варят, красят и делают. И вот тут в пору песня. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Главное, что, знаете, эти руки умельцев не для скуки. Они делают интересные вещи, которые радуют горожан. Но прежде чем, наверное, заняться этим автомобилем, ребята с утра делали зарядку, потому что у них крепкие руки и накаченные мышцы. Иначе бы они ничего не сделали. Пилили они, наверное, сами ножовочкой. Пилите, Шура, пилите. Не знаю, чем пилили, но на зарядку пора отправляться. Хорошая разминка подготовит организм и разогреет мышцы перед предстоящей нагрузкой. Обязательно выполняйте такой комплекс упражнений перед каждой тренировкой. Ноги ставим на ширине плеч. Спину держим ровно. Руки вытягиваем вдоль корпуса. Выполняем наклоны головы вверх и вниз по восемь раз. Дыхание ровное. Вдох через нос, а выдох через рот. Выполняем наклоны вправо и влево. Делаем круговые вращения головой по четыре раза на каждую сторону. Теперь круговые вращения плечами. Делаем два круга назад и два круга вперед. Одновременно вращаем двумя плечами по четыре раза вперед и назад. Делаем полный круг руками вперед. Повторяем восемь раз. Теперь полный круг назад. Руки держим на уровне груди. Делаем повороты корпуса вправо и влево. Повторяем по восемь раз на каждую сторону. Вытягиваем руки на уровне груди. Выполняем восемь поворотов корпуса, как показано на видео. Медленно приседаем на четыре счета. Делаем вдох, поднимаемся и делаем выдох. Из приседа выполняем четыре наклона вперед, касаясь руками пола. Остаемся в наклоне и четыре раза пружиним вниз, не отрывая рук от пола. Делаем перекаты. Пятку от пола не отрываем. Спина прямая. Дышим ровно. Повторяем восемь раз. Остаемся на левой ноге и делаем четыре пружины. Разворачиваем корпус в левую сторону и делаем восемь пружин. Повторяем то же самое на правую ногу. Ставим ладони на пол и постепенно собираем ноги, сгибаем колени. Круглой спиной постепенно раскручиваем позвоночник, начиная от копчика. Втягиваем живот, медленно поднимаемся наверх. Делаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. Это была только разминка. А теперь можете приступить к тренировке. Будьте в форме! Доброе утро, друзья! Итак, просыпайтесь, понедельник, 2 октября. Слушайте, я... Ты когда сказала в начале программы 2 октября, я думаю, боже мой, только что был сентябрь, как-то я не заметил за выходными... Пролетел, как один день месяц. Вот помните эту песню? Вот лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Спасибо. Мы не знаем такую песню. Мы не знаем... Нет, я знаю эту песню, но я хочу вас поздравить. С чем? С чем? Мы целый месяц уже радуем наших зрителей. Мы целый месяц в эфире. А, мы целый месяц в эфире, да. И сейчас что, откуда-то кто-то достанет какой-то сюрприз, подарок? Сейчас ты-ды-ды, хлопушки, все летит, красиво. Ладно, девочки, очень рад, что мы с вами целый месяц вот так вот. Но все-таки... Каждое утро вместе. Каждое утро вместе, просыпаемся вместе. Но моя рубрика, которую я обожаю, я сейчас вам расскажу, что интересного было. Итак. В 1535 году французский исследователь Жак Картье высадился в Хачелаге, назвав это место Монреалем. А Чарльз Дарвин в 1836 году, ну, в октябре 2-го, вернулся из длившегося неполных, вы представляете, 5 лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции. Вот уж человека укачало, да? За 5-то лет. В 1936 году в США открыто первое после отмены сухого закона предприятие по производству алкогольных напитков. Ну, если уж мы заговорили о США, то вот такая интересная информация. Кстати, вот в пятницу Алиночка рассказывала о том, что разорилась одна английская компания, выпускающая открытки. И вот, пожалуйста, 2-го октября... Еще одна компания? ...1900, нет, 71-го года некий инженер Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другое. И несмотря на то, что эти компьютеры стали в одном кабинете на соседних столах, это произвело фурор во всем мире. Собственно говоря, я хочу вам сказать, что 2-го октября – это день рождения электронной почты. Только хотела сказать... И вот этот значок «Собачка» придумал тоже он. А кто название «Собачка»-то придумал, интересно? И почему «Собачка»? И почему именно «Собачка»? Там ничего общего с «Собакой» нет, правда? Да. Но если уж ты заговорил о каких-то датах, то, конечно, я хочу вспомнить сегодня еще одну дату и одного человека, голос которого, мне кажется, знают все, и выросло с ним не одно поколение. Это Юрий Левитан. Он родился 2-го октября 2014-го года. Четкая дикция, магический тембр голоса произвели впечатление на приемную комиссию, где был известный актер Василий Качало, куда он пришел поступать. Его зачислили стажером. И вот этот голос как-то услышал Иосиф Сталин. И пожелал, чтобы его доклад на 17 съезде читал именно этот человек. Вы знаете, у Левитана было практически полуобручное состояние, когда он читал доклад. Пять часов. Пять часов он читал доклад с листа, не видя до этого текста. Он не сделал ни одной ошибки, ни одной запинки, ни одной остановки. И после этого стал голосом, конечно, нашей страны. Ну и понятно, что и о начале войны, и о победе Левитан, конечно же, тоже всем сообщал. Кстати, Гитлер объявил отдельную войну на Левитана. Он считал, что надо, чтобы этот голос этой страны замолчал. Поэтому его перевозили. День на охоту, да? Его прятали, да. И плюс к этому еще передавали все время сообщения из разных точек, чтобы не рассекретили, откуда же идут эти сообщения. Давайте послушаем. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. И знаете, что я вам скажу? Что все эти вещания были в прямом эфире, и записи не было. И все, что мы слышим сейчас, это было сделано значительно позже для истории. Для истории, друзья, мы живем, мы ее читаем, переписываем. И надеюсь, что для истории тоже советуемся со звездами. Гороскоп от Изабыла Городецкой. Овны. Это день любви и щедрости. Устройте праздник близкому человеку. Девам следует позаботиться о своем здоровье. Возможно, взятых на себя обязательств было много и следует притормозить. Впрочем, день хорош, и вы со всем справитесь. Весам удастся договориться или установить выгодные связи. А вечером хорошо встретиться с любимым человеком и ярко провести время. Скорпионы. У вас сегодня день примирения и согласия. Хорошо, если вы сможете упростить своих обидчиков и сами попросить у них прощения. Вечер прекрасно провести в домашнем кругу, в уютной и теплой обстановке. Стрельцам лучше первую половину дня провести активно. Возможны встречи, контакты, общение, работа с документами. Во второй половине дня ваши усилия не оправдаются. Козероги. День обретения любви и идеальных отношений. На вечер не стройте грандиозных планов. У водолеев возможны встречи с ситуацией из прошлого. Будет возможно что-либо изменить, взглянуть на все по-новому и вынести определенный урок. Рыбам не следует напрягаться. Отдыхайте. Можете уединиться, поразмышлять или назначить романтическое свидание. Хорошо в этот день дарить подарки. Все-таки хорошо, что есть правильная и хорошая косметика, которая позволяет не только мне, но и вам выглядеть замечательно. Косметика Джи-Джи более 60 лет радует жителей не только Земли. 10 лет уже она в Ростове. Мужчин и женщин делает красивыми, замечательными. Это, кстати, разработки в сфере красоты и здоровья опробованы на себе. Косметика Джи-Джи – это на все времена. И прекрасно. Мне нравится. Я каждое утро пользуюсь и вечером. Еще наношу Саши. А ты? Ты чем пользуешься по утрам? Я чем пользуюсь? Ну, разными. Станком для бритья. Да, станком для бритья, зубной щеткой, пемзой. По утрам? Гелем для душа и всем остальным. Гелем для душа, да, и всем остальным. Чищу зубы с содой, пятки пемзой. Все как обычно. Еще у него дегтярное мыло, кстати, очень хорошее. А еще золой, вот после березовых углей, он моет голову. Саш, я знаю, что подарить тебе на день рождения. В дождевой воде. На день рождения, кстати, когда? 4 марта, я же рыба. Долго ждать. Знаете, рыба в год крысы. Хитрые и скользкие, так говорят обо мне. А вот так вот, да? Это многое объясняет. Да, действительно. А мы продолжаем. Да. А продолжаем мы... Саша, ты хотела... А продолжаем мы, секунду. А продолжаем мы о том, что я рыба. Я знаю, что Алина очень любит рыбу. А вот так, да? Кстати, да. Я, кстати, обожаю рыбу. Но для того, чтобы ее съесть, нужно ее поймать. Ловить я лично практически не умею. Ой, слушайте, я знаю всякие снасти, приблуды, как ловить рыбу. Вот, значит, ты относишься к тому самому большинству, наверное, опрошенных... Мужчин? Вообще людей, не только мужчин, опрошенных, которые дали положительный ответ. Как выяснилось, что каждый четвертый россиянин увлекается рыбной ловлей. Это нам сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провели опрос. И, соответственно, что у 31% россиян рыбалкой увлекаются члены семьи. Ты, кстати, ходишь на рыбалку? Я сейчас не хожу на рыбалку, но раньше мы с отцом на катере постоянно ездили, ловили и на спиннинг, и на донку, и на удочку. И, ну, остальные снасти я не буду перечислять, либо они, да... Это сколько тебе лет было? Ну, это лет до 20, наверное. Вот сейчас самый большой процент людей, возрастная группа, да, которые увлекаются рыбалкой, от 25 до 34 лет. Рыбалка очень успокаивает, я вам хочу сказать, свои опыты. Когда вырываешься из города, этого душного, от геометрических форм на природу, это такое удовольствие. Тишина, спокойно, ты сидишь. А какой азарт, девочки мои? Если бы вы видели, что происходит, когда срывается какой-нибудь зеркальный карп, остановите меня, это вчера было, вот с таким глазом. Алина, какой может быть азарт? В 5 утра встать, прийти, сесть с палкой, сидеть с веревкой и 5 часов пялиться на это. В 5 утра не встать, в 5 утра уже сидеть и ловить на утренней зорьке. А встаешь ты раньше, пока приезжаешь. А зимой берешь этот, забыл как называется, и буришь, да, луночку, сидишь на рундуке, мерзнешь там, ходи один раз. Вот я, кстати, никогда не понимала совершенно этого вида развлечений, хобби. Потому что мне казалось, во-первых, холодно, мокро, сидишь, ждешь, когда поймается рыбка большая и малая. Зато знаешь, как мужчина, приходишь домой, садок, там рыба, и говоришь, вот он мамонт. Но многие женщины тоже любят рыбалку. Сиди уже. А еще больше все любят есть рыбу. Конечно, запеченную, фаршированную. Или суши, например, тоже. Давайте же узнаем, как приготовить веселые суши. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Веселые суши приготовили очень быстро. Надеюсь, так быстро их и съедят те, кто готовил. Режимами были вкусными. Конечно, вкусные, они всегда вкусные. А мы продолжаем, вы просыпаетесь вместе с нами. И мне вот интересно, а в ростовском зоопарке дают ли суши питомцам на завтрак? Ну, скорее всего, не дают, а рыбу, мясо и все прочее это точно. Так вот, обращаю ваше внимание, что режим работы ростовского зоопарка с сегодняшнего дня меняется, потому что уже прохладненько, и зверям тоже надо укутывать свои носики и немножечко отдыхать. Теперь зоопарк будет работать с 8 до 18, и билетные кассы закрываются в 17 часов. Напомню, что в середине сентября в зоопарке Новоселье справили гривистые бараны и сычуанский токин. Понятия не имеют. Вот сычуанский токин и есть эти веселые ролики. Понятия не имеют, кто это такой. А в октябре из Тель-Авивского зоологического центра приедут носороги, и сейчас для них оборудуют вольеры. Ну, кстати, то, что до 18.00 связано не только с тем, что холодно, но и с тем, что темно, конечно, потому что... Ну, знаете, да, кто-то ходит в зоопарк, а кто-то предпочитает ходить на спортивные мероприятия. И тоже с детьми, потому что зоопарк чаще всего находит именно с детьми. Спортивные скачки? Нет, спортивные мероприятия, неважно какие, главное, что с детьми, и главное, что с детьми иногда, бывают значительно сообразительнее своего возраста. Так, с принцем Гарри приключилась история покушения за... Принц Гарри. Ну как? Ну как-то я не знаю, в принципе. Англия. Бабушка-королева. Современная сказка. Всё, всё, всё. Так вот, младший принц. Так вот, с ним приключилась удивительная история. На его ведро с попкорном во время матча было совершено нападение. Покушение. Пытались похитить попкорн. Давайте посмотрим, как это было. Вот Гарри сидит, ест. А тут неожиданно... А тут соседи, да, рядом сидят? Да, происходит покушение. Ты моя курочка. Вот умница. Правильно? Да, девочка молодец, сообразительная. Она долго не думая решила... Мама не видит. Мама видит, мама делает вид, что ничего не происходит. А не поесть. Опа. А принц-то Гарри жадина. Слушайте, это точно. Говядина. Не, ну ладно, он добрый. Он уже восстановился. В наших глазах снова восстановился. Ну, как мы видим, все-таки добро восторжествовало. Девочка забрала полностью, по-моему, ведро попкорна, подружилась с принцем Гарри и была такова. Ну, вот такие покушения, да, иногда могут случиться даже со знатными королевскими особами, как вы видите. Даже попкорн могут у них отобрать. Королевские особы, это замечательное. Самое удивительное, что принц Гарри сидит один, вообще без охраны, среди остальных людей. То есть мы себе такое представить не можем, да? Ну, я не видел никого из наших таких очень высокопоставленных персон, кто может так свободно с народом общаться. Ну, вот, кстати, еще, знаете, ведь вот эти мероприятия, это были игры непокоренных, соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами. И принц Гарри со своими друзьями смотрел матч Великобритании с Данией. То есть мало того, что это товарищеский матч в поддержку, да, людей, которые защищали страну, так еще и так совершенно спокойно пришел. Сидит ребенок, поел попкорн, повеселился. И у всех хорошее настроение. Кстати, какая погода была там в Дании? Наверное, хорошая, раз они раздетые сидели. А какая погода в Ростове, узнаем прямо сейчас. Итак, в Ростове-на-Дону сегодня до плюс 16 градусов. Кстати, сейчас плюс 9, но ощущается, как плюс 7. Одевайтесь потеплее. В Чертковой и Вешенской, а также в Обливской плюс 13. В Таганроге плюс 15, а в Белой Калитве и в Шахтах плюс 14. Ну, мне достался Волгодонс плюс 14, и Сальск плюс 16. Кстати, в Сальске самая теплая температура плюс 5 ночью. Так же, как и в Ростове. Да. А девушки, они такие разные, и они продолжают утро на Дону 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я же на диете! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА